Цените церковь Если вы приехали в город Джексонвилл, то на тот момент в церкви Живой Поток, когда мы становились членами, было 23 члена. Прошло 14 лет, сегодня 440 членов в церкви Живой Поток. Слава Богу за это. И я не зря выбрал сегодня эту тему, говорить о церкви, так как сегодня у нас праздник церкви. Слава Богу за это. И первое, я хотел бы сразу дать немножко нам структуру нашей сегодняшней беседы, почему это важно ценить церковь. Следующий слайд. Цените церковь, потому что церковь это Божье строение. Второе. Цените церковь, потому что церковь это именно правильное место для твоего личного развития и роста. И третье. Цените церковь, потому что церковь это единственное место, непобедимая, непобедимая сила. Итак, мы пройдем с вами подробно по этих трех пунктах на тему цени церковь. Цени церковь, потому что это Божье строение, это Его творение и так далее. Итак, первое. Церковь, что же это такое? Наверное, простое определение говорит о том, что это собрание, группа верующих и религиозных людей, объединенных одним Богом или одной вероучением с религиозными обрядами или законами. Можно вернуть предыдущий слайд. Это одно из определений, что такое церковь. В греческом языке слово церковь в Библии обозначается как ecclesia, что в переводе значит церковь. И оригинальное значение или перевод греческого слова ecclesia означает called out. Переводится как вызванные, вышедшие, откуда-то. То есть церковь – это определенные люди, которые откуда-то вышли. We are called out from somewhere. Но это еще не все. Экклезия, именно значение церкви, в Новом Завете только употребляется 115 раз. Есть еще понятие вселенской церкви и поместной церкви. Вообще церковь – это очень большая, обширная тема, и мы сегодня ее всю не покроем. Но мы с вами коснемся одной главной мысли о том, что мы, как христиане, должны ценить церковь. Есть вселенская церковь – это все церкви в разных городах, штатах и странах, которые являются церковью, одним телом Иисуса Христа. И есть поместная церковь – наша. We have a local church – поместная церковь. В данном случае для нас это церковь – живой поток. Церковь – это также место поклонения, встречи с Богом. Это там, где обитает Божье присутствие. В Библии говорится о том, что церковь – это также невеста Христова или голубица. И одно из местописаний, которые я вам сегодня прочитаю, 1 Тимофея 3, глава 15 стих, там написано так. Ты знал, как должно поступать в Доме Божьем. В Доме Божьем, который есть церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. Сегодня мы с вами пели эту песню «Церковь», «Церковь Божья истина». И Слово Божье, Библия, в которую все мы верим, подтверждает, что церковь – это есть столб и утверждение истины. «For in God's which is the church of the living God, the pillar and the foundation of the truth». «It's the foundation». Это есть наше основание. Это есть столб и утверждение истины. Вы знаете, что сегодня отношение к церкви у людей меняется. Я знаю, что было время, когда в Америке люди в церковь ходили намного больше. Я знаю, что было время в Советском Союзе, где мы с вами все родились, большинство. Там тоже люди ходили в церковь раньше больше, молились больше, ценили церковь больше. Сегодня к церкви отношение поменялось. И я думаю, это актуально – делать призыв людям, верующим и неверующим, о том, что церковь надо ценить. Сегодня люди некоторые относятся к церкви как к зданию. Некоторые относятся к церкви как просто к привычке хорошей. Некоторые называют церковь – это просто ваше хобби. Когда я приглашаю людей, неверующих в церковь, они говорят, ну, у вас там это ваш клуб общения, это ваш клуб знакомств. Но церковь – это совсем что-то иное, что-то глубже и больше. Некоторые называют, что церковь – это бизнес. Некоторые называют, что церковь – это возможность проявить себя. Да, разное у людей отношение к церкви. Но сегодня я хотел бы, чтобы все мы с вами оценили, что такое есть по-настоящему церковь. Матфея 16 глава, 18 стих, там написано есть так. И я говорю тебе. Это слова сказал Иисус Христос. Иисус Христос – это Сын Божий. Это Сам Бог. Значит, это стоит слушать внимательно. И вот что Бог сказал. Я говорю тебе, ты, Петр, и на всем камне я создам церковь мою. Now I say to you, you are Peter, which means rock. And upon this rock I will build my church. Иисус Христос говорит в этом стихе, что Иисус Христос Сам лично берется за строение, за фундамент, за творение. Вот это то, что мы называем сегодня церковь. Иисус Христос himself, he said, I will build the church. Не люди, не даже пастора, не мы все, но Иисус Христос Сам Сын Божий, Он ее создал. Представьте, какая большая разница, сколько сегодня создается в мире разных организаций, кружков, клубов, оздоровительных разных комплексов, полезные есть, хорошие, приятные места, но они все созданы людьми. Разница между созданием, всеми созданиями, всеми организациями и церковью. Глубокая, большая разница, что церковь создал Бог. Правда, стоит ее ценить. Только по этой простой причине. Бог Сам создал церковь. Он сказал, я Сам, Я создам церковь. I will build my church. Итак, Христос, Он не только создал церковь, но Христос, Он является сегодня главой церкви Христовой. Но это еще не все. Дальше в Библии написано, Ефесянам, 5 глава, 29 стих. Бог о ней Сам лично заботится. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, пишет Библия, но питает и греет ее. И дальше, внимание, как и Господь церковь. No one hates his own body, but feeds and cares for it, just as Christ cares for the church. Смотрите внимательно. Иисус Христос, Сам Бог, Он ее создал лично, и Он Сам лично о ней заботится. И в Библии написано, что Он ее греет и Он ее питает. Christ, He feeds the church, and Christ, He cares for the church. Представьте себе, насколько это надежно, настолько это классно, что мы находимся в таких надежных руках, что Сам Бог заботится о питании твоем. Каждый раз, когда мы приходим в церковь, если взять всю церковь вселенскую, то Сам Бог наблюдает за этим. И в Слове напоминает нам, что я буду заботиться и буду греть. Я буду заботиться и буду кормить, кормить духовно людей, которые приходят и посещают церковь. Без питания нету жизни, без питания – это смерть. Вот почему сегодня для нас важна церковь, потому что в Библии написано, что в церкви Бог ее питает. Сам Бог заботится, чтобы вы, мы, христиане, росли духовно, получали духовное питание, и чтобы мы жили нормально. Вот почему есть церковь. Написано в Библии, что Бог также ее греет. Часто в нашем холодном мире, когда у нас часто бывают холодные сердца, здесь именно церковь является тем теплым, правильным местом, где ты можешь быть согрет. Где ты можешь быть согрет и накормлен, слава Богу, за это. Но это еще не все. Бог проявляет свою заботу о церкви еще глубже. Ефесянам 5.26, там написано так, чтобы осветить ее, очистив банею водною, посредством слова, чтобы предоставить себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была святая и непорочная. Церковь Божья не просто будет церковь. Не просто будет место, где люди будут питаться и согреваться, но Христос лично наблюдает за тем, чтобы эта церковь была святая, непорочная, безгрешная. И Иисус Христос, представьте себе, сам за этим наблюдает. Вот почему, когда мы приходим в церковь, у нас есть все шансы и возможности стать святыми, непорочными, перестать грешить, не иметь пятна и порока, потому что это есть цель церкви на земле. И Бог за этим наблюдает, Он ее очищает, Он нас делает святыми, нас меняет и очищает. Вопрос как? Ответ тоже написан в Библии. Написано посредством слова. You're being washed by God's word. Когда мы приходим в церковь, в церкви звучит слово. И это слово, к которому мы привыкаем и часто, может быть, привыкаем и перестаем ценить, это слово именно нас меняет. Ничто другое, но именно слово. Слово Божье, Библия, меняет людей. Делает их святыми и непорочными. Это еще причина, почему стоит ценить церковь. Потому что, когда ты сам хочешь измениться, твоего решения часто недостаточно, чтобы тебе измениться. Тебе нужно слово. Тебе нужна сила от Бога и работа Святого Духа, который будет менять тебя. Слава Богу за церковь. Церковь – это правильное место для твоего личного роста. Во-первых, потому что в церкви ты получаешь духовное питание. Это сабтайдл, подпункт нашего второго пункта. Церковь – правильное место для твоего личного развития и духовного питания. Мы уже поговорили о питании. Подпункт номер два. Церковь – это правильное место для твоего личного роста, потому что именно в церкви им формируется твой характер. Вы скажете, как? Правда, что в церкви прощать труднее. Потому что мы ожидаем, что все верующие – они ангелы, они святые, они все просто идеальные. И когда нас кто-то обижает, нам трудно их простить. Мы осознаем, что мы обидчивые. Иногда мы осознаем, что мы сильно обидчивые. Иногда мы даже не можем простить. И это нам показывает наш характер. Когда мы общаемся среди людей, люди, они нас как-то формируют. Мы меняемся, мы тремся друг от друга. Иногда колемся, иногда обнимаемся. И этим мы формируемся, изменяемся, растем. И наш характер стает лучше. Вы знаете, что в Библии написано, 1 Иоанна, 1 глава, 7 стих. Написано, если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына, очищает нас от всякого греха. Оказывается, что мы, христиане, все верим, хотим и надеемся, что Бог простит наши грехи, наши ошибки. Они у нас есть, и Бог нас омоет. Бог прощает. Библия Христос омывает. Но одно условие. Написано, они имея общение друг с другом. Запятая. И тогда кровь Иисуса Христа омывает нас. Это идет вместе. Это одинаковые условия или пакет. Когда мы имеем общение и мир друг с другом со всеми в церкви. Ведь, возможно, бывает такое, что мы не со всеми имеем мир в церкви. Возможно, бывает, что мы не всех любим в церкви. Возможно, бывает, что мы не всех хотим видеть в церкви. Не возле всех хотим сидеть рядом. Не всех хотим приветствовать в церкви. Но мы точно хотим, чтобы Бог нас прощал. Мы точно хотим, чтобы Бог омывал наши грехи. Прощал наши ошибки. Вот условие. Библия говорит, имей общение друг с другом. И тогда кровь Иисуса Христа омывает все наши грехи. Это тогда, когда мы ходим во свете. Тогда эта формула работает. И прощение действует и в нашей жизни. Но поверьте, на практике это очень трудно. Всех любить и всех прощать. Нам иногда хочется притупить эту боль. Хочется о нем вспоминать о тех людях, которые нам не сильно нравятся. Но Библия говорит, если хочешь иметь прощение в церкви Христовом и иметь тело, быть частью тела, то имей общение друг с другом. И тогда кровь Иисуса Христа омоет и твои личные грехи и ошибки. Дальше церковь это правильное место для твоего духовного роста и развития. И один из центральных стихов нашей проповеди сегодня записан в Псалом 91, 13 стих. Вы знаете, что можно быть возле церкви, а можно быть в церкви. Можно быть не против церкви, а можно быть в церкви. И в этом есть большая разница. Написано в Библии, насажденные в доме Господнем они цветут. Они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи. Planted in the house of the Lord, they will flourish in the courts of our God. They will still bear fruit in old ages. Люди, которые насажденные в церкви. Those who are planted in church. Те, которые посажены в церкви. Эти люди на основании Библии, они цветут. Первый урок. В этом стихе Библия сравнивает христианина, человека с растением или с деревом. Идет сравнение о том, что человек, который посажен в правильном месте, в данном случае в церкви, он цветет. He flourishes. Он цветет. Он растет. И дальше в Библии написано, что он приносит плод. Приносит результат. Он делает разницу. Причина, потому что он посажен в церкви. Это человек, который свежий. Человек, который приятный. Налицо. Приятный разговор. Приятный дух. Он свежий. Давайте посмотрим еще несколько некоторых деталей. Я думаю, что здесь Библия идет против логики и медицины. Обычно мы всегда думаем, что люди молодые, энергичные, средних лет, они должны цвести, они должны работать и служить, и они должны приносить плод. Здесь Библия говорит о старших людях. О старых людях. И Библия говорит, что именно церковь, единственное место, которое может так влиять на людей, что люди в старшем возрасте, в преклонном возрасте, когда уже все болит и стонет, тогда люди могут приносить свежесть. Люди могут приносить плод. Люди могут цвести, если это не видно снаружи, и даже кости болят. Но внутри цветет. Внутри все пахнет, цветет. Потому что человек, он посажен в Доме Божьем и в церкви. Давайте посмотрим еще одну версию перевода. For they are transplanted to the Lord's own house. Здесь идет речь о том, что они не просто посажены, а они взяты в каком-то месте, и они пересажены в другое место, в Божий дом, в церковь. Это здесь дает нам мысль, повод думать о том, что есть люди, которые в церкви не посажены. Или есть люди, которые их растение, их дерево, оно питается и растет, развивается от других источников. Оно в другой среде, в другой атмосфере, оно именно там развивается или развивалось раньше. И Бог говорит, что когда люди приходят в церковь, то здесь в этом стихе написано NLT version, что тебя берут и пересаживают в другую среду. На тебя это влияет там, где ты посажен, где ты находишься в церкви. И вот как ты растешь. Even in the old age, you will still produce fruit. You will remain vital. В тебе останется жизнь, тогда, когда ты будешь в церкви. Давайте посмотрим еще одну версию. They will take root in your house, Lord God. And they will do well. They will be like trees that stay healthy and fruitful. Переводится как вы, те, которые посажены, вы пустите корень. Здесь конкретно идет речь о корне. Вы будете иметь корень в Доме Божьем. Не просто листья, не просто поверхность, но ты будешь иметь корень. Вот что значит посажено. А корень нелегко вырвать. Корень, который находится в земле, даже когда приходят шторы, бури и ураганы, и в церкви не все хорошо, и не все вам нравится, дерево остается стоять. Потому что в нем есть корень. Когда корня нету, малейший ветерок, малейший шторм, погода нам не понравилась, и все, мы исчезли. Но слава Богу за то, что есть вот эта жизнь в церкви. И мне нравится, вы знаете, в Америке очень популярно говорит сегодня about healthy diet, healthy food, здоровое питание или пища. И здесь написано, что если ты будешь в церкви посажен, если твои корни будут в церкви, you will be healthy, you will do well, you will bring fruit. Ты будешь здоровым, духовно здоровым, будешь нормально развиваться как личность. Слава Богу за это. Вы знаете, что человек, написано в Библии, да, что он в церкви цветет, но есть определенные условия, цветет только если он посажен. Человек по жизни цветет, или может быть в бизнесе цветет, или в учебе, или в каких-то делах, или просто в любой общей жизни, но при условии, что он посажен в церкви, его корни в церкви, тогда он развивается, цветет и приносит пользу. Слава Богу за это. Вы знаете, что есть еще одна такая ситуация, когда человек тоже посажен. Есть такое растение, я не знаю, как точно по-английски, называется бурьян. Who can help me? Weeds. Weeds, they also grow. Вы знаете, чтобы бурьян рос, не надо прилагать усилий, он растет сам по себе. Вот такая интересная фантастика. Посадил помидоры, огурцы, нужно пахать, выращивать, оберегать, травить жуков, давать свет, окапывать. Бурьян сам растет. Сам растет. Но вы знаете, в чем разница? Что бурьян, когда растет сам по себе, от него пользы zero. Большой округлый ноль. Он растет, но пользы никакой не приносит. Но он посажен. И вы знаете, что в церкви, если сравнить, если Писание говорит нам о том, что мы сравниваемся с растением, то нам нужно себе ответить на вопрос, я посажен в церкви или нет? Это первый вопрос. Я тут имею корни или нет? А второй вопрос. Я приношу плод или я такой добрый бурьянчик? Такой sweet weeds. Такого нету, я сам придумал. Но есть такой, такой безобидный, вроде никого не обижает, но пользы мало. Растет и все. Так вот здесь Библия говорит о том растении, которое приносит плод. Которое приносит конкретный результат и плод. Мы с вами подходим к самому интересному вопросу. Если Библия говорит, что важно в церкви быть посаженным, и церковь эта важна, то давайте узнаем, как узнать, если я в церкви посажен. How do I know if I am planted in church? Five points. Первое. Если я посажен в церкви, то я буду думать о ней. И часто буду о ней говорить. Второе. Если я посажен в церкви, я буду ее защищать, если кто-то будет говорить о ней плохо. Третье. Если я посажен в церкви, то я имею служение в церкви. Не обязательно на сцене, но я приношу пользу плода, которым пишет Библия. Я не просто бурьян. Я приношу плод. Я посажен в церкви. And I bring fruits. Четвертое. If I am planted in church, если я посажен, я разделяю боль, тело. Я чувствую церковь. И пятое. Если я посажен в церкви, то я радуюсь каждый раз, когда я в нее прихожу. Я себя чувствую здесь хорошо. У меня поднимается настроение. Когда я попадаю в церковь, когда меня приглашают в церковь, то я не придумываю миллион причин, почему в нее не прийти. Я в нее иду. Это причины, как узнать, я в церкви посажен или нет. Библия говорит. Planted in the house of the Lord, they will flourish in the courts of our God. They will still bear fruit in all ages. They will stay fresh and green. Люди, посаженные в церкви, они будут расти, они будут свисти, и они будут приносить плоды. Слава Богу за это. О церкви можно, если я посажен, я о ней могу думать, я о ней могу много говорить. Но можно много говорить критики, можно много говорить негативного, можно много говорить сплетен всяких, а можно говорить о церкви, переживая и созидая церковь. Вы быстро сами себе можете поставить маленький чек-марк, насколько вы подходите к этому пункту или нет. Каждый христианин в церкви, независимо, вы из этой церкви живой поток, или вы гости из другой церкви, если ты посажен в церкви, ты будешь о ней говорить и думать, потому что для тебя это очень дорого. Второе, я защищаю церковь мою. Когда о ней говорят плохо, когда о ней говорят негативно, когда мою церковь критикуют, я ее буду защищать. Это все равно, что в вашей семье, папа, мама, жена, муж, родственники, и кто-то о вас, вам, о них плохо говорит. И замечание справедливое. Они действительно плохо поступают, но потому что это ваши родственники, вы закрываете глаза, и вы их защищаете. Это ваше, это родное, вы их защищаете, потому что это ваша семья. Точно так же и церковь. Это значит, я посажен, у меня там есть корень. Да, дерево немножко нагнулось, немножко шторм, немножко пошатал, потрепал нашу церковь, но я там, и я буду за нее сражаться и защищать ее. Дальше. В церкви я несу служение. Об этом тоже очень ясно говорится. Мы сегодня читали три разных версии, на разных языках, что если я посажен в церкви, я приношу пользу. Я не хочу, но статистика, статистика, статистика снова говорит о том, что 80% в церкви, они потребители. И только 20% в церкви, американской, русской, мексиканской, они приносят плод и пользу. И служат всем остальным, 80%. Я так желаю, мечтаю, чтобы церковь живой поток, статистику это просто переставило вверх ногами. Вверх ногами переставило, чтобы у нас было 80% людей в церкви, которые приносят плод и пользу. Чтобы это все чувствовали, и чтобы все верили и понимали, что это не просто призыв проповедника, об этом говорит Библия, что ты будешь цвести, если ты будешь приносить плод. Мы не призваны просто быть в церкви, мы призваны приносить плод. Кто-то когда-то нам служил, мы должны служить, кто-то нас спас, мы должны спасать. У вас, наверное, закончились идеи, где быть в служении. Пару вариантов. Приглашай людей к себе домой. Как часто мы это делаем? Правда, легче отдыхать дома с самим семьей. Приглашай, это будет служением. Если это не работает, отсылай посылки. Гуманитарную помощь собирай и отправляй. Там, где идет война, там, где нету мира, там, где люди бедные. Правда? Не обязательно быть на сцене. Кто это не может делать? Если это не позволяет, посещай людей в тюрьме. Вы скажете, в Америке я не разговариваю по-английски. Я был в тюрьме, у нас в тюрьме в американской сидят русские, по-русски общаются великолепно. Можно и это пробовать. Одним словом, можно пробовать. Скажу больше, что когда мы, люди, задаемся целью найти работу, то что мы делаем? Пришел в магазин, пришел к боссу Верхаус и говорим, желаю работать, желаю трудиться у вас. Извините, у нас нету для вас труда или нету работы. Человек вздохнул, записал в своем блокнотике, что он принял решение служить Богу, но труда работы не нашлось. Поэтому он сел дома, телевизор, диван, стула для ног перед диваном, сел и отдыхает. Правда, не работает так, нереально. Когда мы ищем труд, мы ищем работу, сколько аппликаций мы заполняем на работу? Некоторые уже сбились с счету, но вывод один. До тех пор, пока мы не найдем работу, мы будем искать работу. А почему в церкви мы иногда расслабляемся? Когда слушаем проповедь, когда Божье Слово говорит к нам, то у нас иногда бывают такие порывы, надо будет заняться, надо будет заняться чем-то в церкви. На неделю, на две хватит желания и все. Может, даже мы подойдем к пастору, спросим, чем мне заняться в церкви? Хочу служить. Поверил в этот стих, который прочитал из Библии, и хочу так жить. И, может быть, не найдет сразу для вас, пастор, позиции или труда. Но вспоминай работу. Как ты искал работу? Как твои дети искали работу? И так же ищи служение. Найди служение. Найди его так, чтобы церковь знала, что ты в церкви посажен. Чтобы церковь знала, что ты в церкви приносишь пользу. Вы знаете еще один тест, как узнать, если я в церкви посажен? Его здесь нету на экране. Кто может угадает, как узнать, если я в церкви посажен? How can I find out if I'm planted in church? Если ты перестал ходить в церковь, если ты исчез из церкви, то все почувствовали. Это еще один тест. Если ты пропал из церкви, перестал ходить в церковь, тебя не заметили, конечно, несет ответственный служитель, я, пастор, старший, служителя, да, на нас есть наша вина, что тебя не заметили, что ты исчез из церкви. Это одна сторона медали. Но другая сторона медали, если ты пропал из церкви, никто не заметил, вопрос, значит, может быть, ты сильно мало влиял. Я вам приведу один практический пример из нашей церкви, из церкви «Живой поток». У нас есть такие члены, очень, очень хорошие члены церкви. Это люди, которые тянут, которые служат, но которых на сцене вы не видите. Например, Женя Музычук, например, Света Сушинская. Вы их не видите часто на сцене, но поверьте, с того дня, когда они уедут в другой город и их не станет в церкви «Живой поток», вся церковь «Живой поток» будет знать, что Жени Музычук нету. И все будут знать, что Света Сушинской нету в нашей церкви. Почему? Потому что это люди, которые посажены, они приносят плод, и когда они исчезнут, все это ощутят. И есть другой вариант. Когда людей, они пропали, но разницы мало, что был, что не было. Вот почему важно в церкви быть посаженным. Вы знаете, и последняя, еще одна мысль, что те, кто посажены в церкви, они разделяют боль тела. Когда один член болен, все тело чувствует. Так, как ты чувствуешь чужие беды, чужие горе, проблемы других семей, членов в нашей церкви. Цените тех, кто служит вам в вашей церкви, где бы вы ни жили. Цените тех, кто служит вам в вашей церкви. Цените тем, тех, кто служит вам вашему духовному росту, кто иногда вас обижает, не замечает, ругает. Цените этих людей. Они, цень, они работают над вашим характером, они показывают ваши недостатки, они испытывают наше терпение, и мы узнаем себя, и меняемся. И цените тех, которые перевязывают ваши раны, которые делают вам добро, которые служат вам, которые делают что-то для созидания церкви. Слава Богу за это. Слава Богу за пастырей, за служителей, за тех, кто стоял здесь в начале 14 лет назад. Они что-то сделали, они посвятили себя Богу, служению людям, и сегодня мы с вами имеем этот праздник в церкви. Слава Богу за таких людей, за пастырей, которых Бог посылает в нашей жизни. Аллилуйя Ему. И последнее, как узнать, что я в церкви посажен, это я радуюсь этому. Я радуюсь, мне здесь хорошо. Псалом 121 написано, возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Божий. Я аж подпрыгнул от радости, когда получил текст-месседж, что нужно идти в церковь. Как мы радуемся, как мы реагируем, как мы реагируем, когда будильник звенит в воскресенье, и там показывает 10.39. 10.39. Надо уже вставать в церковь идти. На снуз. Слава Богу, что есть снуз. Нажали. Он себе спит. Мы спим. И так иногда мы остаемся в постели. Иногда у нас голова болит, а иногда сам не знаю, где болит. Я же не доктор, я не знаю. Иногда мы придумываем разные причины, чтобы не идти в церковь. Иногда нам здесь жарко, иногда места не хватает, иногда скучно, иногда еще что-то. Иногда мы разные придумаем для себя причины, но если ты посажен в церкви, ты будешь радоваться. Это просто для тебя, для нас откровение, насколько are you planted in the church, in the house of God? If you are, you will be happy. Ты будешь радоваться. You will rejoice about coming and going to church. Слава Богу за это. Но и это еще не все. Я говорил с вами на тему, что церковь – это место, где люди могут расти духовно. А сейчас в следующем стихе я хотел бы сказать, что церковь – это не просто место, а церковь – это лучшее место, где нужно находиться. Следующий стих, Псалом 83. Ибо один день во дворах твоих лучше тысячи. Желаю, чтобы быть у порога в доме Божьем, нежели жить в шатрах нечестия. One day in your temple is better than thousands anywhere else. I would rather serve in the house than live in the homes of the wicked. Я бы лучше буду служить, буду в доме праведных. Но самое главное, здесь говорится один день лучше, чем все остальные дни. Смотрите, мы иногда делаем выбор воскресенье, я поеду на работу. В воскресенье я лучше заработаю. В воскресенье я лучше отдохну. В воскресенье я лучше пообщаюсь с женой. В воскресенье я лучше закончу свои дела дома. А Библия говорит, в воскресенье лучше будь в церкви. It's better to be in the temple of the Lord. Лучше находиться во дворах твоих. Один день лучше тысячи. Когда ты в церкви, это лучше. When you are in church, it's better. It's so much better to be in church. Не потому что я так придумал, не потому что я решил, а потому что это говорит Библия. И даже если ты не веришь мне, даже если ты не слушаешь совета мамы, если ты хотя бы немножко уважаешь Бога, то поверь, что Библия говорит, лучше быть в церкви. It's better to be in church. Better to be in temple. И каждый раз, когда ты будешь решать, идти на работу, оставаться дома, заниматься своими делами, поспать, всегда помни, лучше быть в церкви. Библия советует, Бог говорит, мудрость говорит, лучше быть в церкви. Вот почему. Цени церковь. Не пропускай церковь. Уважай церковь. И пусть Бог вам в этом поможет. Вы знаете, когда мы часто переезжаем с разных штатов, едем в разные страны, ищем место жительства, часто первая причина и мотив – это работа. Это реальность, это материальность, это наша актуальность. Но вы знаете, что на основании Библии, когда мы выбираем, где жить, то правильно выбирать церковь сначала. Важно, чтобы там была healthy church. Чтобы там была здоровая церковь. Не только для тебя, но и для твоих детей. И я благодарен Богу за нашу церковь «Живой поток». Потому что большая половина наших членов переехали в город Джексонвилл не из-за климата, не из-за океана, не из-за работы, но из-за церкви. Слава Богу за это. Это правильное решение родителей, не только ради них самих, но ради их детей. Мы подходим к концу. Церковь – это непобедимая сила. Церковь – это непобедимая сила. Вы знаете, что, возможно, мы эту силу не до конца ценим. В Библии написано, «Итак, Петра стерегли в темнице. Между тем, церковь прилежно молилась о нем Богу». Была нужда у человека. У нас бывают такие трудности в нашей жизни, от которых нам трудно спать, трудно отдыхать, трудно расслабляться. И мы молимся. Но в этот раз было что-то другое. В этот раз не просто молился Петр, не просто молилась мама, не просто молились родственники. В этот раз молилась церковь. Церковь – это сила церкви. Первое, что случилось, а Петр смог заснуть. В тюрьме. Смертный приговор. Прикованный к солдатам. Но он смог заснуть. Молилась церковь. И ты обретаешь сон. Это сила. Это мощность. Церковь. Это мощность. Вы знаете, что случилось потом? Потом написано, что пришел ангел. Это все нереально. Кажется сверхъестественно. Пришел ангел, разбудил. Вывел из темницы. Привел к тем людям, которые молились за Петра. А те люди не поверили. Это такие нереальные вещи. Они сказали, нет. Мальчик, девочка, нет. Это сказки. Что ты шутишь? Петр в темнице сидит. Она пришла и сказала, Петр освободился. Пришло решение в мой дом и в мою проблему. Причина. Church was praying. Earnestly. Церковь прилежно молилась. Братья и сестры. Цените молитву церкви. Есть молитва личная. Есть молитва родственников. Есть молитва церкви. И это большая разница. Потому что Христос сказал, Я сам создам церковь. Я есть глава. Я о ней пекусь. Я о ней забочусь. Я о ней забочусь. Когда моя невеста ко мне обращается. Я этому уделяю внимание. When my bride is calling to me, I pay attention to this. Потому что церковь молится. Написано в Библии, где двое или трое собраны во имя мое, там есть я среди них. Это чаще всего встречается где? В церкви. Где сегодня мы с вами все собраны. Матфея 16 глава 18 стих написано, А я говорю тебе, ты Петр. И на всем камне я создам церковь мою. И врата ада не одолеют ее. Посмотрите еще одну глубину. Дьявол. Враг человеческих душ. Все силы ада. The gates of heaven. Не могут победить кого? Тебя? Запросто. От церковь никогда. Вот почему тебе важно быть в церкви. Пока ты в церкви, ты непобедим. Пока ты в церкви, ты под защитой. Но нужно, чтобы тебя ветер с церкви не сдувал. Нужно быть здесь посаженным. И нужно иметь корень в церкви. И пока ты в церкви, эмоционально, морально, ты непобедим. Да, возможно, ты переживаешь проблемы, трудности, болезни, финансы, разные причины, но морально и духовно ты непобедим. Ты в церкви. Вот почему важно членство. Вот почему важно быть членами церкви. Не просто быть туристами духовными, но быть членами церкви, быть посаженными в церкви. Are you planted in the church? Посажен ли ты в церкви? Помни, что даже сам дьявол не может победить церковь, потому что Бог стоит за ней. Слава Богу за это. Слава Богу за то, что церковь, она непобедимая. Слава Богу за то, что было время, когда тебя, возможно, окружает тьма. Тьма в твоей семье, тьма в твоем доме, тьма в твоей судьбе, тьма в твоих личных обстоятельствах. И ты чувствуешь, что все, пришел конец, потому что наступила тьма. Darkness came into your life. Но с чем сравнивается христианин в Библии? С растением. Верующие люди, которые в церкви, их Библия сравнивает с растением, которое посажены. А как начинается это растение? Из чего начинается растение, рост? Из маленького зерна, семя, seed, little seed. У меня вопрос к вам. где это зерно находится. Как много света там, где находится зерно. как много света под землей. Как много света там, где зарождается жизнь. Под землей все страшно и темно, но там есть семя, там есть зерно, которое даст жизнь, но оно проходит темноту. И сегодня тебя давит земля, обстоятельства, и впереди тьма. Надежды нету. Но если зерно, упадшее в землю, не умрет, оно не даст плода. Но потом приходит рассвет и жизнь. И пока тебе темно, тебе приходят плохие новости с разных сторон. Звонки плохие, имейлы нехорошие, новости, текст-месседжи. Скажу вам, это было и раньше. Одному человеку пришла очень плохая новость. Исайя 37 глава. Был такой человек по имени Езекия. И к нему пришла плохая новость, и ему сказали, так скажите Езекии царю иудейскому, пусть не обманывает тебя Бог твой, на которого ты уповаешь. Пусть не обманывает тебя Бог твой, на которого ты уповаешь. И взял Езекия эту плохую новость. И взял Езекия письмо из рук послов. И прочитал его. И пошел в дом Господен. И развернул его Езекия пред лицом Господнем. И молился. When he got this bad news. When he received the letter from the hand of the messengers and read it. And then he went up to the house of the Lord and spread it before the Lord and prayed. Плохая новость. Человек взял. Человек прочитал. Наверное, не смог стоять, сел. Потом вспотел. Потом вздохнул. А потом встал и пошел куда? В дом Господен. Встал, взял эту новость и пошел в церковь. Развернул. Сказал, Господь, Lord God, видишь темнота, видишь проблемы, видишь, как трудно, Господь, Он пришел именно в то место, которое называется снова церковь. Слава Богу за церковь. Слава Богу за силу церкви. Слава Богу за молитву церкви. Слава Богу. Ибо церковь это единственная надежда для города. Церковь это единственная надежда для страны. Церковь это единственная надежда для народа церковь это единственная надежда для тебя церковь это место где люди каются церковь это место где люди изменяются церковь это место где люди спасаются церковь это дом церковь это семья церковь это люди получают любовь и заботу церковь это начало и конец христос сказал я есть альфа и омега, начало и конец. Это есть глава церкви. Все начинается с церкви и заканчивается церковью. Когда мы рождаемся, мы приходим в церковь. Нас приносят родители, нас благословляют в церкви, нас посещают, посвящают как младенцев в церкви. Babies are dedicated in church. И, к сожалению, когда мы умираем, куда мы снова приходим? Церковь. Снова церковь. Начало и конец. И весь промежуток между рождением и смертью называется жизнь. И это церковь. Appreciate the church. Цените церковь. Любите церковь. Благодарите Бога за церковь. Как же ее оценить, церковь? Как оценить на практике церковь? Ценю ли я церковь? Первое. Осознать, кто создал церковь. Второе. Осознать, какой ценой была создана церковь. И третье. Благодари создателя за церковь. Церковь основал Иисус Христос. Мы это часто забываем. Поэтому часто не ценим. Поэтому часто не ценим церковь. Церковь Realize who founded the church. It will help you to appreciate the church. Второе. Realize at what cost the church was founded. Какой ценой была создана церковь? Вы знаете, что когда мама любит сильно детей, есть одна тайна. Почему это случается? Потому что мама заплатила цену. Мама когда рождала ребенка, она платила цену боль. Pain. She was going through pain. Она рождала. И она испытывала боль. А второе условие. Когда мама рождала, то она истекала кровью. Когда женщина рождает ребенка, течет кровь. И эта цена крови имеет большую роль и разницу. Вот почему мама сильно любит детей. Вот почему для них они очень дороги. Потому что заплачена цена крови. Но даже когда мама забудет, даже когда мама оставит дитя, которая досталась ей кровью, то Библия и Бог говорит, что я никогда не забуду. Представьте себе, какая надежность церковь. Бог говорит, я никогда не забуду тебя. даже если мама забудет. Следующий стих, там написано, что Христос заплатил цену своей крови. Итак, итак, внимайтесь себе и всему стаду, который Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Он платил с Своей кровью. Бог купил нас и создал церковью, заплатив такую цену. Братья и сестры, когда мы сейчас будем молиться, я бы хотел, чтобы мы ценили церковь. Я не знаю, если у нас получится или нет, если пастор решит, чтобы мы спели еще этот псалом, который пел хор. Церковь Божья истина. Если вы будете ее петь, и у вас будут текти слезы, вы посажены в ней. Вы, в ней посажены, значит, для вас она дорога, значит, вы что-то в жизни поняли. Если возможно текут слезы от того, что Господь я не ценил церковь, I did not appreciate church, I skipped church, I criticized my church, then I am not rooted in this church. А Бог и Библия призывают нас ценить. Сегодня у нас есть все, нам нужно ценить комфорт, ценить кондиционер, ценить свободу, ценить то, что сегодня в церкви с нами есть наши дети. Наша церковь сегодня благословенна, и стоит за это благодарить сегодня наша церковь на протяжении 14 лет не перестает расти. Каждый год наша церковь растет. В нашей церкви уже больше 200 детей. В нашей церкви нету места по воскресеньям. В нашей церкви нету места детям в воскресной школе. Это приятные проблемы. За это можно благодарить Бога. За это стоит благодарить Бога. Слава Богу за это, за то, что у нас есть много жертвенных, открытых и добрых людей. Слава Богу за то, что у нас церковь миссионерская, церковь открытая, дорогая церковь, живой поток. Я вас поздравляю с праздником церкви. Я вас поздравляю с тем, что ты являешься частью этого проекта, который сделал Бог. Ты есть часть церкви. Давайте мы встанем на ноги. Последний стих, который я хочу прочитать. Если церковь это хорошо, полезно и здорово, то давайте в нее будем приглашать других. Я хочу обратиться ко всем христианам, пожалуйста, если церковь это правильно и хорошо, давайте будем в церковь приглашать других людей, которые не ходят в нее. Написано Евреям 10 глава 25 стих. Не будем оставлять собрания, как у некоторых есть обычаи, но будем увещевать друг друга и тем более, чем более усматривайте приближение дня от онного. Let us not give up meetings together as some as some are in the habit of doing. But let us encourage one another. Let us not neglect church. Let us not neglect our meetings together as some people do, but encourage one another especially now. Библия говорит, особенно в это время, especially now, тем более в это время последнее, которое мы живем, особенно сейчас, приглашайте людей в церковь. Потому что это есть необыкновенное создание, творение Божье. Оно непобедимо. Церковь Живой Поток. Я поздравляю вас, поздравляю всех членов за то, что вы являетесь частью большой семьи, которая называется Церковь. Аминь. Редактор субтитров